Счастливы, рады, довольны. Передать словами это невозможное ощущение материнства, когда муки забываются в секунду после услышанного крика, все уходит до второй план. Для мамы Татьяны появление дочки на свет стало событием особым и немного неожиданным. Врачи прогнозировали, что кроха появится на крещение, однако звезда малышки зажглась немного раньше. Папа доволен и счастлив. Папа любит девочек, хотел только девочек, поэтому мальчики у нас не рассматривались. Прибавление 7 января случилось еще в 10 семьях. Символичное количество детей, появившихся на свет в новогоднюю и рождественскую ночь, одинаково – 6 девочек и 5 мальчиков. Поздравить мам с этим важным событием в Брестский областной родильный дом приехал архиепископ Иоанн. Когда дети рождаются, это счастье, это дар Божий. Жизнь дана нам всем Богом. Этим детям то же самое. Пусть они всегда будут под Божьим покровительством. Каждый малыш, рожденный в этот знаменательный день, получил благословение от владыки. А мамы – полезные подарки, принадлежности для пеленания, памперсы, сладкие угощения, а также ответы на волнующие вопросы – как подобрать имя, когда и как нужно крестить ребенка. Когда смотришь на них, радуешься, эта радость, она не поддельная, она искренняя, потому что маленький, кажется, беспомощный человечек, но пройдут годы, он вырастет, и он будет уже стоять у коляске вот такой со своими детьми, а там появятся его внуки, правнуки, и так рот передается до того времени, сколько он будет стоять. Свой сувенир от владыки получили все 11 мам. Тех, кто не мог выйти на торжественную встречу, архиепископ Иоанн навестил прямо в палатах. Не остались без внимания владыки и врачи роддома. Он благословил докторов на новые медицинские совершения.